Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет продолжение серии видео переодеваний в коноблогеров. Я посмотрела, и оказывается, последнее видео из этой серии выходило чуть ли не 8 месяцев назад, хотя мне казалось, что это было буквально недавно. Как же все-таки быстро летит время. В прошлый раз, по-моему, мы делали Алису и Медею, если я не ошибаюсь, а в этот раз у меня еще осталось несколько коноблогеров, из которых я могу выбирать, кого же сегодня мы с вами будем переодеваться. Точнее, переодеваться буду я, и все-таки вот в кого же. Надо сейчас посмотреть и быстренько подумать. У нас остались Диана и Женя, Эсме и Джои, и Марго и Сибарит. Так что надо подумать, из кого же сейчас я выберу. Ну, если честно, наверное, я сегодня буду... Давайте буду пытаться переодевать себя в Марго и Сибарита. Вот, так что давайте пойдем, наконец-то, уже внутрь конюшни и начнем же этот карнавал. Так, вот мы телепортнулись ко мне на конюшне. С чего нужно начать в первую очередь? Это с подготовки лошади. Я не знаю, какой породы Сибарит, если честно, я не смотрела ни разу. Ну, ладно, несколько видосов Марго я смотрела. Может быть, я когда-то помнила, какой породы Сибарит, но сейчас я этого точно не вспомню, поэтому я буду чисто ориентироваться по масти и похожему телосложению. Однозначно мы убираем всех арабов. Да, я буду убирать абсолютно всех из конюшни. Сравно я хотела их всех переставлять тут. И будем думать, на кого же из моей конюшни... Кто из моей конюшни больше похож на Сибарита. Но, если честно, мне кажется, что идеалом будет моя английская чистокровная лошадь Бель. Да, не важно, что она брать Бель. Я ее зову Бель. А у меня, наверное, кстати, не так и много гнедых. Лузетан точно не подходит. Канемара будет слишком маленький. Ганавер. Тело не то, морда не то. Прораба тоже говорит нечего. Может быть, кстати, где-где-где-где. Андаус точно не подойдет. Вот я знаю, кого еще можно поставить в сравнение с Бель. Осталось только найти. Надо сделать сортировку по породам. Когда столько лошадей уже, ты не помнишь, какие у тебя точно есть, какие нет. Вот, тракенина. Тракенина я поставлю и буду выбирать, наверное, между этими двумя красавцами. Да, у меня, оказывается, не так много гнедых. Чисто гнедых. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ладно, хорошо. Но сам факт, из всей конюшни, девять лошадей, мне кажется, гнедых не так много. Итак, значит, у нас на выбор будет Бель. Но у Бель есть носочки. Мне кажется, этим она не подойдет. Хотя, если мы наденем нагавки, никто этого не заметит. А, ну и, в принципе, и у Гранд Раннера тоже есть два маленьких носочечка. Вот и кого из вас брать? Вы так похожи, оказывается. Я, кстати, никогда не ставила их так близко друг к другу. Прямо сейчас, посмотрев немножечко видосик Марго, я поняла, что ни одна из моих лошадей не похожа на Сяпу, Сипу. Как он там его называет? На Сибориты, в общем. Сто процентная. Так, как бы мне хотелось. Даже по мастям. Даже вот прям вот по тону масти нет у меня такой лошади. И, похоже, мне действительно придется выбрать Бель, потому что, да, несмотря на свои большие белые носочки по сравнению с Гранд Раннером, у нее нету отметины на лбу. И это очень сильно выделяется, потому что у Сибориты ее нету никакой отметины. Так что придется одевать нагавки и скрывать все эти белые пятнышки, все эти белые носочки под нагавками. Так что мы берем лошадь, садимся на нее и едем уже к шкафу. Фотография у меня, кстати, будет довольно странной. Я уже не помню, из какого видео, Марго, я сделала этот скриншот. Но мне он почему-то очень сильно понравился. И я даже, кстати, сейчас не знаю, а смогу ли я повторить, в принципе, такой же скриншот. Но с руками, понятное дело, нет. Но, в принципе, надо будет пробовать. Итак, давайте, наверное, начнем с лошади. Тут проблем возникнуть не должно. Мы просто берем самый темный, по возможности, конкурный комплект коричневого цвета. Странно, раньше он мне казался как-то темнее. Ну, ладно, в общем, мы берем вот такой вот комплект. А вот вальтрап надо выбирать. Хотя у меня что-то такое чувство, что сейчас с вальтрапом будет меньше всего, кстати, проблем. Или нет? А я не знаю. А где? А где подходящий вальтрап? На кого я его одела? Черный. На ком черный этот вальтрап? А я не помню. Ну, в общем, у нее вот такой вот прям вальтрапик. Только коричневого цвета. Я не знаю, как бы... Что мне делать-то теперь? Может быть, я черный одену? А на ком он? На ком этот вальтрап? Это был кто-то из последних коней. По-любому. По-любому кто-то из последних. Вопрос только... Который из последних коней сейчас с гордостью носит этот вальтрап? Помогите. Я не помню. Я не помню, кто носит этот вальтрап. Я его точно никуда не делала. Но вот на вот этих ребятах, по-моему, его нету. Да не может быть. Куда я делаю вальтрап? Я не помню. Так, сейчас, ребята, я поищу этот вальтрап несчастный. И как только найду, вернусь к вам. Все очень просто. Этот вальтрап остался на исландском пони, который просто стоял и наслаждался жизнью в донике в ожидании обновления. Да, я надеюсь, все уже в курсе, что скоро у нас будет обновление исландских лошадок, которые я очень сильно жду, чтобы скупить очень много старых. Так, ну я думаю, меня простят за другой тон вальтрапа, потому что такого же коричневого с меховушкой у меня нету. И его нету, по-моему, в принципе, в игре. Я уже правильно помню показать имеющийся? Да. Да, его нету. И вот такого нету. А по тону, кстати, больше всего... А какой? А вот этот, кстати, больше всего по тону подходит, но покупать я его не буду, потому что иначе я его носить не буду. Я не хочу. Ну, будем выкручиваться давайте черным вальтрапом. Потом нам нужны нагавки. По-моему, там они были коричневого какого-то оттенка. Темно-коричневые такие. Вот так-так-так. Вот какие-нибудь... Нет, это черные. Придется, наверное, спасаться даже не новыми нагавками, а старыми, которые целиком закрывают ноги лошади. Да, по-моему, что-то такое. Да, наверное, как-то так, чтобы чисто скрыть наши очень беленькие, заметненькие носочки. Так, все с лошадью, все готово. Стрижку мы не меняем, потому что мне нравится моя Белль именно с такой гривой. Теперь вопрос, во что одеть меня? Маргота на этой фотографии катается в спортивной, слегка дутой куртке, похожую на вот эту, рельефом, но черного цвета и черные рукава. У меня такой куртки нету в игре. Я могу попытаться одеть вот это. Хотя, стоп, была какая-то еще одна дутая. Что же у меня было еще такого дутого? А, я, наверное, путаю с вот этой вот, вот этим вот. Но мне казалось, была такая же черная. Да, когда уже слишком много вещей... А, вот, вот, я слепая, вот, я вот с этой путаю. Нет, она нам не подходит. Видимо, я оставлю вот эту куртку. На фотографии у нее не было перчаток. Я редко снимаю перчатки. Как это необычно для меня. В общем, мы снимаем перчатки. Видим свои бледные руки. Так, переходим к штанам. Штаны я даже, кажется... Да, вот эти вот одену. Темные, серые. Или вот эти вот. Так, нет, 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 нет. Наверное, все-таки вот эти. Потому что вот эти вот, они слишком светлые. Ну, светлее, чем, наверное, это фото. Вообще, кстати, я могу и путаться. Потому что фотография на втором мониторе. А второй монитор у меня слегка кривит цвета. Будь он не ладен. Так, ну, все, ладно. Я, пожалуй, остановлюсь на этих брюках. Сапоги. Черные, но не слишком черные. А, кстати, похоже. Или вот эти. Наверное, вот эти все-таки я оставлю. Так, хорошо. У нее, вроде бы, на этой фотографии был черный шлем. Так, что последнее, что нам осталось, это, наверное, попытаться повторить самого персонажа. Ну, кстати, я красиво смотрюсь. Как заставить себя кататься на каких-то лошадках? Просто попытайся скопировать всадника на фото. У нее, по-моему, то ли две косички, то ли хвост длинный. Но, так как у нас в игрушке такой нет, у нее еще и волосы рыжие. Я все-таки купила когда-то эту стрижку. Она, правда, не рыжая. Но, мне кажется, сойдет. И макияж. У нее, по-моему, тогда в этом видео был... Веснушек тут нету отдельным макияжем, да? Ну, я предлагаю просто, вот, без макияжа. Потому что очень часто в видео своих Марго на конюшне без макияжа. Но, кстати, пока что похоже. Правда, вот курточка все-таки... Давайте я посмотрю все-таки. Может быть, я что-то другое найду. Перекопав абсолютно весь свой шкаф, я не нашла похожие куртки, которые были бы, ну, по такой же дутости и при этом похожего тона. Все остальные-то были куртки, жилеты, которые очень плотно сидят на теле и не выглядят так, что они слегка дуты. Они прям вплотную к телу. Так, ну, фото мы будем повторять в манеже. И так как нам теперь не обязательно ехать ради этой фотографии в конный манеж, мы просто пойдем в конный манеж клуба. Благо, у меня есть такая возможность. Вот, это на самом деле очень удобно, но мы с ребятами, по-моему, всего лишь пару раз занимались в этом манеже до закрытия сезона тренировок. Да. Ну, допустим, там сзади вот на фоне была дверь. Допустим, она была такого размера. И, судя по ногам, она рысила. Значит, как только дверь, вот этот угол двери вот так вот будет вот на крупе моей лошади, я должна буду сделать фото. Ну что, попробуем? Это страшно. Почти! Ребят, у меня почти получилось. Самое сложное, это вот момент поймать. Нет. Сложно все-таки. Эх, это реально тяжело, как же... Как это... Вот в первое... Вот надо было щелкнуть в первый раз. Я что-то... Затормозила. Ну, вот... Ну, вот... Ну, почти, ну, не то. Да, и, видимо, все-таки я была слишком близко к дверям. Хотя... Да, надо было дальше отходить, ближе к центру. Давайте вот так вот отойдем подальше. Наверное, она все-таки как-то в центре манежа каталась. И попробуем еще раз последний. Как раз 15 минут уже видео идет. Так, нет. Ой, а че? А как это я сделаю? Что я сделала фото, но при этом он продолжил растить. Она. Так, это получается, у нее была та нога. Вот как это сделать? Ладно, ребята, я поставлю на паузу и вернусь, когда будет идеальный кадр. Вот я поставила на паузу и спустя 2 секунды я сделала этот идеальный кадр. Вот он. Правда, ноги, по-моему, другие. То есть, по сути, вот так. Но в принципе... В принципе, давайте будем считать, что фотография вышла почти идеально, кроме головы, кроме наклона лошади. То есть, вот, вот, да, да, она даже еще чуть ближе, еще глубже в манеж уходила. Но вот он, вот он, ребята, тот самый шикарный кадр. Все, ради этого стоило жить. И искать весь свой шкаф перекапывать. Так что, ура, я смогла это сделать. У нас, получается, остались только Диана с Жуней и... Эсми... Я просто не знаю, как правильно ее имя называть. Эсми с Джоей. Вот. Так что в следующем раз, в следующем выпуске, я надеюсь, я не буду его затягивать на целый год. Мы увидим, как я буду изображать уже этих парочек. Вот так что, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам преображение, получилось ли или все-таки не очень. Вот. И просто, как вам вся эта идея, нравится ли вам и интересно ли. Так что, на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощить морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И хороших вам переодеваний. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!